можно начинать. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия это оценка плюс пример в клеточках. Давайте начнем с каких-нибудь простых задач и вообще с понимания того, что у нас такое оценка плюс пример. Задачки на оценку плюс пример, судя из названия, там нужно что-то оценить и привести пример. Обычно это задачи из разряда, когда вас спрашивают найти что-то наибольшее или наименьшее, потому что вам нужно оценить это количество, каким-то количеством. И потом, соответственно, понять правильно это количество или нет. Так, ну давайте начнем с задачки, с такой задачки. Это у нас есть клеточная доска 8х8. Клеточная доска 8х8 и нам нужно найти, какое наименьшее количество клеток мы можем в ней закрасить так, чтобы в любом квадратике 2х2 была бы хотя бы одна закрашенная клетка. Давайте сейчас, еще раз я скажу условия. Так, приближу как-нибудь. Итак, задача еще раз звучит так. Так, давай писать. Итак, у нас есть доска 8х8. Мы хотим понять, какое наименьшее количество клеточек мы можем на ней закрасить так, чтобы в любом квадратике 2х2 была закрашенная клеточка. Да, даже с графическим планшетом у меня плохо получается. Вот. Итак, то есть, что нам нужно сделать? Нам нужно оценить количество, да, это количество. Ну, давайте вот что сделаем. Плохо получается. Не знаю, почему он пишет, когда я не нажимаю. Итак, вот квадратик 2х2. В каждом таком квадратике у нас должна быть хотя бы одна закрашенная клетка с вами, да. Давайте тогда поймем. Ну, вот в этом квадратике, вот я нарисовала, у нас здесь одна закрашенная клетка, да. Если я возьму, например, вот такой квадратик 2х2 на 1 сдвинут, в нем тоже должна быть хотя бы одна закрашенная клетка. И в следующем квадратике 2х2 должна быть хотя бы одна закрашенная клетка. Не знаю, почему он так пишет, если честно. Не должно такого быть. Никогда не было. Вот опять. Да? А, ты что такое? Да? Давайте тогда поймем, как мы можем оценить это количество, да. Ну, вот если я свою доску 8х8 возьму, да, и возьму в ней вот этот квадратик 2х2. Ну, в нем должна быть хотя бы одна закрашенная клетка. Вот в этом квадратике 2х2 тоже должна быть хотя бы одна закрашенная клетка, так? Как он так пишет? Ладно, сейчас я попробую с этим справиться. В этом квадратике 2х2 тоже одна закрашенная клетка хотя бы. И в этом квадратике 2х2 хотя бы одна, так ведь? Ну, то есть, на самом деле, это значит, что если я разобью мою доску на вот такие... Да что ты пишешь-то, когда не надо? Простите меня, сегодня мой первый день с этим планшетом. Если я разобью нашу доску... Ну, давайте я лучше новую нарисую где-нибудь, где еще не начеркала. Так... Можно? Ну, что-то там Артем присылает. Не знаю. Я думаю, что ты не открыл смотреть стрим. Или как-то так это называется. То есть, я вот в эфире, чтобы тебе меня смотреть, тебе нужно нажать какую-то кнопочку для этого. Да. На нем нет ничего, да? Никаких каракуль на нем нет моих, да? Ага, а другие ребята видят, да? Так. Да. Да, попробуй перезайти. Возможно, у тебя не очень хороший интернет. Итак, давайте я продолжу рисовать. В этот раз, возможно, у меня получится чуть лучше. Итак, если я разобью мою доску на квадратике 2х2, да, разобью доску на квадратике 2х2, то, в принципе, что я могу сказать? Я могу сказать, что в каждом из квадратиков моих 2х2, да, у меня закрашенная клетка хотя бы одна должна быть. Так ведь? У нас же по условия, в каждом квадратике 2х2 должна быть хотя бы одна закрашенная клетка, да? То есть, вот в этом квадратике хотя бы одна закрашенная клетка есть, да? В этом квадратике хотя бы одна закрашенная клетка есть. Чувствуете, да, к чему я иду? То есть получается, что для любой квадратика 2х2 там хотя бы одна закрашенная клетка есть. Сколько у меня здесь нарисовано квадратиков 2х2 сейчас? 16. Значит, хотя бы 16 клеток у меня должно быть закрашено, так? Да? Хорошо. Ну, давайте вот о чем подумаем. Ну, это же правда, что у меня в любом квадратики 2х2 должно быть? Да, конечно, это правда. Вот в этом квадратики 2х2 тоже должно быть 2 закрашенные. Вот в этом квадратики 2х2 тоже должно быть 2 закрашенные. Ну, как бы это ничем не противоречит, что те квадраты, которые я нарисовала, там тоже, да? Ну, на самом деле, что нам нужно сделать сейчас, это, ну, как бы придумать, как это сделать, да? Мы вот с вами сейчас оценили, и наша оценка с вами это 16 минимум, да? Ну, на самом деле, ну, как бы не любая раскраска в 16 клеток нам подойдет. Давайте, ну, не знаю, давайте для начала я приведу какой-нибудь пример такой, который нам не подойдет. Да, если в каждый квадрат поставить, ну, условно, в одно и то же место в каждом квадратике, то такой подойдет. Ну, давайте, давайте и вправду это поймем. Смотрите, у меня же становится лучше, ну, если бы только мы не залезли на границу, нужный момент. Так, ладно, я быстро. Ну, почти. Ну, видите, я подготовилась, нарисовала клеточки, но... Ну, как нарисовала? Ну, давайте еще раз попробуем. На доске, конечно, у меня лучше получается писать. Жалко, что мне посоветовали так. Итак, и вправду, если я в каждом квадратике 2 на 2, ну, вот, если расчертить те квадратики, которые у меня было, да, в каждом-то из них в любом случае должно быть. Если я в одинаковом месте в каждом таком квадратике нарисую, то, в принципе, тогда у меня получится то, что надо. Ну, давайте вправду попробуем закрасить, например, ну, вот, что там, левый нижний угол мне писать. Или, да что же ты рисуешь-то, когда нет. Вот такое, если я закрашу, да, в каждом квадратике вот такую клетку, то тогда у меня получится ровно 16 клеток, у меня нигде не будет квадратика 2 на 2, в котором нет незакрашенной клетки, да. Ну, просто-напросто нигде я не могу вместить сейчас квадратик 2 на 2, да. Вот. Ну, хочу заметить, что если я сдвину какой-нибудь из этих квадратиков, да, ну, не знаю, например, вместо вот этого вот здесь, ну, не любой, но вот если я, например, вот этот смещу вот сюда, да, то у меня уже появится область. То есть далеко не любая картинка мне подойдет для ответа, да. Ну, примеры того, что не совсем подходят, я чуть позже тоже предъявлю. Вот. Ну, давайте теперь, не знаю, чтобы, может, не было скучно, и эта задачка простая, возьмем чуть более сложную задачку. Я все так же хочу наименьшее количество клеток квадрата 2 на 2 закрасить, но уже так, чтобы... Ну, уже так, чтобы в каждой... Так, ладно. Чтобы в трёхклеточном уголке была хотя бы одна закрашенная клетка, да. Ещё раз, моя задача теперь немножко изменилась. Я хочу закрасить наименьшее количество клеток в квадрате 8 на 8 так, чтобы в любом уголке из трёхклеточек у меня была хотя бы одна закрашенная клетка. Да, вот такая задача теперь. Так, давайте я нарисую 8 на 8 поле. И у меня в любом трёхклеточном уголке, это вот такая вещь, должна быть хотя бы одна закрашенная клетка, да. Вот. Ну, давайте я начну с такой проблемы. Проблема в том, что, ну, вообще, в принципе, да, если я хочу действовать так же, как вот уже действовала, да, то квадрат 8 на 8 на самом деле не разобьётся на трёхклеточные уголки, вообще-то, если честно. То есть, ну, и даже если разобьётся, то, ну, там какие-то клетки останутся. Но давайте хотя бы посмотрим, ну, как бы, вот я как-нибудь разобью, да, и что-то у меня получится сказать, да. Сейчас я пытаюсь как-нибудь разделить. Понятно, что, что почти любой пример, он получится, ну, почти всегда останется именно одна свободная клетка. Там у кого-то не грузится видео, у остальных грузится или это у меня проблема? Так, ребят, давайте вы мне поможете и скажете, у кого-то грузится видео? Ага, ну, ладно. Вот, ну, хорошо, тогда давайте я продолжу, ребят, если у вас плохо грузится, наверное, у вас проблемы с интернетом, но если что, всегда можно будет потом смотреть видео. Итак, ну, давайте, я для начала нарисовала непересекающиеся трёхклеточные уголки, вот у меня одна клеточка осталась, да. Ну, вот, ну, сколько я тут трёхклеточных уголков нарисовала? Наверное, трёхклеточных уголков 63 делить на 3, да, я нарисовала, то есть 21. Вот. Ну, понятно, что в каждом из этих уголков должна быть хотя бы одна закрашенная клетка. Так? Так. То есть, вроде бы, я вот сейчас оценила моё количество числом 21, выходит, да. То есть, вот какое оно меньше, я, как и в прошлом пункте задачи, взяла, нарисовала непересекающиеся трёхклеточные уголки, и у меня получился ответ в задаче 21. Но, к сожалению, как бы вы не пытались здесь расставить так вот закрашенные клеточки, да, на самом деле 21 у вас-то не получится. Вот. На самом деле ответ-то сильно больше, да. И вот как раз здесь, ну, вот этот вот пункт, когда я сейчас говорю 21, это как раз то, что, ну, говорит о том, почему в задаче на оценку плюс пример обязательно нужен пример, да. Оценить-то количество я могу, да, разным количеством способов. Могу вот, вот сейчас, например, я оценила количество числом 21, да. Но это же не значит, что 21 ответ. Если ответ и правда 21, то я сейчас должна привести, как бы, пример, вот где я закрасила 21 клеточку, и у меня получилось всё, что нужно, да. Поэтому так важно, кроме оценки, ещё приводить пример, да. То есть, понять-то вообще, вдруг это количество нельзя, да. Ну, и вот на самом деле здесь 21 у вас не получится, если вы будете очень долго стараться, у вас ничего не получится. Давайте, давайте попробуем понять, почему. У кого-нибудь есть идеи, ну, не почему это не подходит, понятно, что это не подходит, а какое может быть количество, какая может быть здесь оценка. Если у кого-нибудь... Хорошо, и какая, и что мы можем сделать, как, как эту оценку 32 получить? Так-так-так, стоп-стоп-стоп, у нас один человек говорит. Давайте мы его... Хорошо, ладно, один человек перебил другого, ну, ладно, ничего страшного. В этом, наверное, минус отличия от зума. Ну, давайте смотреть. Да, и вправду, ребята, к сожалению, у меня экран открыт, я не могу сказать, кто это говорил, но спасибо вам. Сказали про то, что... И вправду, мы точно так же можем посмотреть на квадратики 2 на 2. Вот опять я нарисую непересекающиеся квадратики 2 на 2, да, и что я могу сказать? Я могу сказать, что в каждом квадратики 2 на 2 у меня должно быть 2 закрашенные клетки хотя бы. Почему? Ну, давайте я сверху нарисую. Вот есть квадратик 2 на 2. Если в квадратики 2 на 2 будет максимум 1 закрашенная клетка, да, то у меня вообще-то образуется трехклеточный уголок. Так ведь? Да, то есть, значит, нельзя, чтобы в квадратики была только одна закрашенная клетка, да. То есть, получается, что в любом вот из тех квадратиков, которые я вот здесь вот на картинке... Ой, как у меня плохо получается. Нарисовала, да. В каждом из этих квадратиков у меня должно быть хотя бы... Хотя бы 2 закрашенные клетки, выходит, да. Ну, таким образом, мы сейчас с вами получили оценку на число 32, выходит. Вот, на число 32. Ну, давайте попытаемся понять, может ли быть 32, и если может, то как. Итак. Ну, с прямыми. Да, и у меня линия это очень хорошо. Ну, а я когда пробовала ее рисовать, у меня почему-то сбивалась линия... Ну, давайте, ладно, я сейчас попробую. Ну, у меня как-то это очень странно получалось сделать. Вот, смотрите. Я рисую линию. А он мне вообще не линию рисует, а какую-то странную вещь делает. Короче, не научилась я линией пользоваться на своей доске, к сожалению. Нет, ладно, давайте так. У меня, на самом деле, там есть еще подготовленные поля другого размера. Ну, сейчас давайте все-таки закончим, да. Итак, я хочу нарисовать сейчас квадратики... Квадратик 8х8 и выделить в нем... Если честно, мышка у меня получается не хуже, чем... Не хуже, чем граффитическим планшетом. Видимо, что-то не так со мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак. Если я разобью на квадратики, опять-таки, 2х2, как у нас было раньше, то я могу сказать, что в каждом квадратики 2х2 хотя бы 2 клетки. Ну, примерно, на самом деле, здесь любой... Ну, много какой может подойти, да. Ну, например, я могу покрасить полосками, да. Вот полоску закрасить, полоску оставить, полоску закрасить, полоску оставить, полоску оставить, да. И у меня тогда... Да ужас какой. И у меня тогда получится как раз 32 клетки, да. Еще раз. У меня 16 квадратиков. В каждом из них у меня хотя бы 2 клетки есть закрасные. Значит, минимум у меня 32 клетки, да. И примерно 32 клетки, вот я привела, я полосочками покрасила, да, у меня еще раз полоска закрашена, полоска не закрашена, полоска не закрашенная, ну, понятно, что нигде здесь уголок из трех клеток не будет не закрашенный, да, просто-напросто, что у меня нигде нету две клетки, ну, нигде нет такого пространства, да, У меня везде обязательно строчка через строчку закрашена. Хорошо, это мы разобрались вот с такой задачей, с таким типом задач. И в принципе в нашем листике будут такие задачи. Надеюсь, вам поможет то, что я сказала. Давайте еще посмотрим на несколько задач. Вот следующая задача, она тоже такая стандартная. Поэтому мы и выбрали тоже ее рассказать. Это задачка, что у меня есть поле для морского боя 10 на 10. И я хочу понять в этом поле 10 на 10, сколько я должна сделать минимум выстрелов, чтобы ранить обязательно двухпалодный корабль, который у меня есть на моей доске. Вот такая задача. Ну, давайте начнем с самой простой оценки, про которую я, конечно же, забыла бы давным-давно, если бы ребенок недавно мне не напомнил. А такой вот оценки. Ну, я утверждаю, вот у меня оценка на число, у меня тут 100 клеточек, да, я утверждаю, что моя оценка, она на число 99. Ну, почему? Ну, потому что, если я сделаю 98 выстрелов, то у меня может остаться, ну, не буду я портить нашу доску 10 на 10, вот если я сделаю там где-то 99 выстрелов, у меня где-то может остаться две клеточки, где у меня будет корабль, да. То есть я буду вот так стрелять, 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 стрелять везде подряд-подряд, и у меня останутся две клеточки, и вдруг я не попаду вот в этот корабль, который в этих двух клеточках находится, да. Тогда вот оценка на 99, да. Ну, 99 вот как бы точно хватит, потому что у меня только одна клеточка останется, да. То есть 98 может не получиться, потому что, ну, вот у меня может остаться вот эти две как раз, где у меня и корабль, но зато за 99 наверняка, да. Вот, но нам хочется наименьшее, да, найти количество, не просто какое-то, наименьшее. Ну, давайте будем пытаться понять, как. На самом деле здесь, так же, как и в прошлой задаче, мы бы могли говорить о том, что давайте посмотрим на непересекающиеся квадратики, да, 2 на 2 тоже. Давайте разобьем нашу доску. Я прям предвкушаю в свое разбиение доски 10 на квадратики 2 на 2. Ну, поехали. Итак. Ну, на самом деле, мне даже не нужны квадратики. Я хочу доску разбить просто на полосочки, мои полосочки 1 на 2, да. А я говорила 2 на 2, что ли, квадратик, да? Не 2 на 2, а 1 на 2 я имела в виду, конечно же, да. Ребят, простите, я себя сказала. Я имела в виду морской бой, там полосочки 1 на 2, да, и бывают вот такие. Из двух клеточек прямоугольнички. Ну, в ту сторону было лучше, да, по вертикали, чем по горизонтали. Ну, что поделаешь. Ну, и так, смотрите, вот я сейчас, ну, если не смотреть на последнюю линию. Я вот сейчас разбиваю свою доску на непересекающиеся квадратики 1 на 2. Сколько у меня этих квадратиков тут получится? Кто мне подскажет, сколько квадратиков 1 на 2? Да, их будет 50. Согласитесь со мной, что в любом из этих квадратиков хотя бы один выстрел должен быть, так ведь? Правда, ведь? Если в какой-то из квадратиков... Да, потому что если я в какой-то из квадратиков не сделаю выстрел, то как бы, ну, то у меня там может остаться двухпалубный корабль, и я в него не попаду. Вот. Это оценка на 50 для двух выстрелов. Теперь нам нужно привести пример, как стрелять бы так, чтобы... Вот мы стреляем, и... И у меня обязательно мы заденем квадратик, да? Что? Да, можно просто стрелять и, правда, в шахматном порядке, но можно, кстати... Нет, ладно, нельзя, как в мой прошлый раз. Да, полоской не получится, к сожалению. Да, в шахматном порядке, вот если я буду вот так стрелять, да, то после 50 выстрелов я ровно половину клеток всех как раз закрашу, да? Ну, и согласитесь, что у меня нигде нет двух соседних клеток, а раз нигде нет двух соседних клеток, то значит и не может нигде поместиться двухпалубный корабль, да? Хорошо, это вот такая задача. Ну, надеюсь, я когда-нибудь дорисую, но я думаю, что вы поняли, и мы не будем дорисовывать, да? Ну, давайте, то есть, по сути, у меня какая оценка получилась? Ну, вот я, получается, сто клеток поделила на два и посчитала, что половина из них нужно закрасить, да? Давайте тогда посмотрим не на двухпалубный корабль, а на четырехпалубный корабль. Что будет в случае четырехпалубного корабля? Вроде как кажется, что тогда, наверное, ответ будет... Ой, зачем я тут писала? Не знаю, чего, надо проверить. Наверное, кажется, что ответ будет у нас 100 делить на, ну, 4, да, то есть, 25. Ну, почему? Ну, как бы, логично, что если у меня 100 клеток, а каждый четырехпалубный корабль занимает... Ну, четырехпалубный корабль, это, если что, 1 на 4 полоска, да? Каждый четырехпалубный корабль вроде как занимает 4 клетки, но, значит, чтобы в каждый кораблик обязательно попасть, то вроде как нужно 25, да? То есть, вроде бы я как-то... Вроде 25 пока... Так вот, если считать, получается. Нет, 100 делить на 4. Ну, нет, можно меньше, конечно же. Вот, сейчас мы поймем, почему. Но давайте начнем с того, что на самом деле эту доску 10 на 10 нельзя разделить на прямоугольнички 1 на 4. Мы, пожалуй, наверное, сейчас не будем на этом останавливаться, на доказательство этого факта. Я думаю, что мы обязательно к этой задаче как-нибудь вернемся. Я думаю, кто-то из вас даже знает, почему это так. Давайте я пока... Вот, смотрите, разделю... Ну, еще раз, доску нельзя будет разделить на 10 на 10, хоть в ней 100 клеток, но ее нельзя разделить на прямоугольнички 1 на 4, к сожалению. Ну, давайте я попытаюсь какой-то степени поделить, да? Ну, вы поняли, да, как я делю примерно? Смотрите, у меня уже чуть лучше получается рисовать. Итак, вот я здесь нарисовала квадратики. Сколько их у меня тут? Видимо, 20, да, сейчас? Вот здесь я нарисовала 20 квадратиков. Ну, не квадратиков, прямоугольничков 1 на 4. Я вот нарисую еще прямоугольничек 1 на 4 здесь и здесь. Да, то есть вот сейчас я нарисовала 24 прямоугольника. Так? 24 прямоугольника 1 на 4. Ну, согласитесь, что в каждом из этих прямоугольников у меня хотя бы одна закрашенная клетка должна быть. Так ведь? Ну, логично, да? Если в каком-то из них не будет закрашенной клетки, если в каком-то из них не будет закрашенной клетки, то вообще-то тогда у меня будет прямоугольник 1 на 4, где может стоять корабль, да? Вот. А дальше, на самом деле, надо просто попытаться понять, а что мне делать вот с этим квадратом, да? Вот тут вот 2 на 2. Это вы, конечно, еще сами не пытались делить на другие части, но на самом деле этого будет достаточно, да? Вот я сейчас оценила количество точек в 24. Понятно, как я это сделала, да, ребята? Так, оценка на 24 понятна. Ну, на самом деле, я утверждаю, что я могу так сделать 24 выстрела, чтобы у меня и уже стало наверняка. Ну, во-первых, понятно, что в каждом из моих квадратиков обязательно, ну, из прямоугольников надо сделать выстрел. Вот я буду вот так делать выстрелы. Если я их буду делать так, то вообще-то у меня, ну, в строке и в столбце не поместится нигде. Пока кораблик, да? Так, идем дальше. Вот здесь теперь нарисую. Здесь вот, ну, судя по моим расстановкам, вы видите, да, что у меня пока в тех строчках, в первых 8 строчках нигде не влезет квадратик, да? Один на 4, ой, прямоугольничек 1 на 4, да? Да что ж там, откуда полоска-то взялась? Ну, ладно, все полоски поперек, думаю, вы меня простите. Так, и давайте дальше смотреть. Один, два, три. Вот здесь я хочу закрасить и здесь закрасить. Здесь закрасить и здесь закрасить. Смотрите, вообще-то, вот в моей раскраске я закрасила сейчас ровно 24 клетки. Так ведь? Ну, вообще-то, в этой картинке, где я закрасила сейчас 24 клетки, у меня не поместится нигде прямоугольничек 1 на 4, согласитесь? То есть, понятно, что нигде на поле, на вот этом у меня не поместится, ну, на тех клетках, где я делала, просто потому что я везде через три клетки, да, рисовала новые в этом направлении, в этом и в этом. Ну, и здесь тоже вообще-то не поместится. То есть, в этой задаче получается ответ уже 24, да? И вот мы и приняли доказательства. Есть у кого-то вопросы по этой задаче? Потому что мы разобрали. Ребят, есть ли у кого-то какие-то вопросы или нет? Хорошо. В целом, как вообще, сложно, не сложно, или вы все это уже давно знали? Ну, это хорошо, в принципе, это тоже может быть хорошо, но уверена, что новые задачки для тебя будут дальше. Ну, пока да, пока мы разбираем такие задачки, надеюсь, кто-то узнает что-то новое и, в принципе, все понятно. Хорошо, давайте еще одну задачу разберем, а дальше уже перейдем к решению задачи, вы уже будете решать задачки. Я как бы старалась выбирать так задачки, да, чтобы более известные задачи какие-то разобрать, чтобы вы могли что-то уже новое порешать. Так, я считаю, что мне понадобится еще одна такая доска, и мы разберем с вами последнюю задачку, а именно задачку такую. Давайте поймем, какой, ну, там, кстати, Артем, насколько я понимаю, выложил задачки, которые мы сейчас будем разбирать. Вот мы разбираем сейчас последнюю строк задач, которая там есть, да, а именно задача, какое наименьшее число королей необходимо поставить на шахматную доску так, чтобы любая клетка была побита хотя бы одним королем, да. Итак, мне нужно понять, сколько минимум королей мне надо поставить на шахматную доску, чтобы любая клетка шахматной доски была кем-то побита. С учетом того, что если король стоит в клетке, то считается, что он бьет эту клетку, в которой стоит. Итак, ну, давайте смотреть. Хотелось бы мне здесь вам рассказать такое решение, немножко отличающее тех задач, да, ну, может быть, в чем-то и похоже, но чуть-чуть оно будет здесь отличаться, просто потому что у нас немного задача другая, да, а мы теперь уже короли ставим. Ну, давайте начнем с того, что вот если у меня стоит король, да, в какой-то клетке, какие он клетки бьет? Вот он бьет вот эти клетки, да, вот эти восемь клеток и клетку, в которой стоит, да. То есть, на самом деле, один король, получается, занимает вот такую площадку, да. Ну, тогда, если на доске восемь на восемь, ну, как бы, что тогда хочется сделать? Хочется, ну, как бы, вот если поставить, например, тут короля, да, то вот такое закроется, ну, поле, да, не знаю, могу еще поставить короля еще такое поле закрыть? Ну, могу еще парочку таких полей закрыть, да, но, к сожалению, в доске восемь на восемь больше таких полей нет, но остаются какие-то куски от таких полей, да, ну, вот, если, не знаю, если разделить, то вот как-то так можно разделить, да, то есть, вот у меня есть куски по три на три, есть куски три на два, есть вообще кусок два на два, да, Но, к сожалению, вот про 3 на 3 я могу сказать, что там у меня должен стоять хотя бы один король, да, чтобы все клетки побить Если, ну, в принципе, это не совсем так даже, да, утверждение неверное, что в квадратик 3 на 3 я должна поставить хотя бы одного короля, чтобы побить все клетки, да Но почему это утверждение не совсем верное? Давайте поймем, вот у меня есть 3 на 3 квадрат, да Давайте, вот, чтобы побить эту клетку, король не обязан стоять в этом квадратике 3 на 3 Вот если я тут поставлю король, короля, то он будет бить вот эти клетки, например, да Если я тут поставлю короля, то он, ну, вот эти клетки будет бить, да Если я тут поставлю короля, то он вот эти клетки будет бить, ну, там, не знаю, тут могу поставить, вот эти будет бить, да Ну, то есть, не обязательно ставить короля конкретно в этом квадратике, чтобы побить какие-то клетки этого квадратика, так? Но какая, на самом деле, отсюда выделяется клетка? Вот посмотрите, клетка по центру осталась. На самом деле, вот эта клетка по центру, да, вот идея как раз в такой клетке, что вот, чтобы побить эту клетку, обязательно король должен стоять внутри вот этого квадрата 3х3, да? Ну, мы это, по сути, только что с вами доказали. Я вот вам показала, что в какую клетку снаружи квадрата не поставь, король до вот этой клетки не доберется, правда ведь? Да? То есть, вот чтобы побить центральную клетку 3х3, в квадрате 3х3 обязательно нужно, чтобы король стоял в какой-то из клетки квадрата 3х3, да? Это, конечно, все замечательно про квадрат 3х3, но у меня на доске, кроме квадратов 3х3, есть еще область 2х3, про нее мы вообще ничего такого сказать не можем, так ведь? И про поле 2х2 тем более, то есть, вроде бы, в этом поле 2х2 не обязательно стоять королю, да? Поставлю тут короля и тут короля, и все, и все клетки побиты внутри этого поля, да? То есть, вот, возникает такая проблема, что на самом деле, что на самом деле не всегда это подойдет нам, да? Поэтому давайте, как бы, попробуем понять, а что же нам поможет. Ну, на самом деле, можно расставить так называемые, ну, гикаря, да, можно их назвать в этой задачке. Сейчас, моя клеточная доска еще не сформировалась в клеточке. Так, она пока имеет странную форму. Ну, пожалуйста, загружайся. Вы тоже видите не клеточки, да, а какое-то странное поле. Я не знаю, как это происходит, она в какой-то момент подгружается и становится нормальной. Обычно это происходило достаточно быстро. Так, ладно. Ну, почему ты не становишься чистой? Ну, ладно, раз оно пока не становится чистой, придется пользоваться ластиком. Ну, не знаю я, почему так. Давайте посмотрим на такие вещи, ну, на такой набор клеточек, да, то есть, вот я же смогла выделить такую клеточку, которая у меня, ну, наверняка должна биться, да? Ну, то есть, вот, чтобы она билась, обязательно нужно находиться в каком-то квадрате, да? Ну, давайте попробуем выделить такой набор клеток. Что? Кто-то что-то сказал? Хотели мне помочь, да? Ну, давайте я скажу. Я вот выделю сейчас набор клеток, да? Здравствуйте, приехали, не надо, пожалуйста, сейчас рисовать ежедневно. Итак, давайте я еще раз разделю на мои области квадратики 1х3 и оставшуюся область. Вот я говорю, вот я хочу посмотреть на такой набор клеток. Я возьму, последнюю линию сотру, нарисую ее чуть красивее. Давайте я посмотрю на вот такую клетку. Вот на вот эту клетку посмотрю. И на вот эту клетку. Вот посмотрю на эти две клетки. Я утверждаю, что вот эти две клетки конкретные, они одним и тем же королем не могут никак побиться. Правда ведь? Да, ну, то есть, это можно просто проверить, просто перебором, да? То есть, чтобы побить эту клетку... Ну, я плохо нарисовала сейчас, да? Ладно, давайте еще раз. Вот эту клетку и вот эту, да? Чтобы побить вот эту клетку, король должен находиться вот в этой области, да? А чтобы побить эту клетку вот этой области. Кажется, эти две области не пересекаются, поэтому вот эта и вот эта точка не могут быть побиты одним и тем же королем, да? Согласны? Чувствуете, к чему я клоню? Тогда, если я еще вот эту клетку возьму, то могу сказать, что эти три короля не могут быть побиты одним и тем же королем, да? Клетки, точнее, да? А если я туда добавлю вот эту клетку, и вот эту клетку, и вот эту клетку, у меня все еще ведь никакие две из этих точки не могут быть побиты одним и тем же королем, правда ведь? Да? Ну, вообще-то я в эту же область могу добавить еще вот эти клетки. То есть смотрите, что я сейчас делала. Я выделила сейчас 9 клеток. И я утверждаю, что никакие две из этих клеток не могут одновременно биться одним и тем же королем. Так ведь? Вот. Эти 9 клеток, никакие две из них не могут биться одним и тем же королем, значит мне понадобится хотя бы 9 королей, правда ведь? Все согласны с этим утверждением? Хорошо. Ну, все. А вообще-то вот если я так 9 королей поставлю в эти клетки, то у меня будет вся доска биться, так ведь? То есть вот таким образом мы, получается, с вами доказали, что для поля 8 на 8 мне понадобится хотя бы 9 королей, да? И вот этот метод, ну, не знаю, лично я, там, мои коллеги называют методом якорей, да? То есть мы расставили якоря, так сказать, в наши клетки, вот выбрали такие клетки, независимые друг от друга, две из которых, никакие две из которых одновременно не могут биться, да? То есть я выбрала такие клетки, которые не пересекаются, а значит мне понадобится минимум, минимум клеток 9. И вот, соответственно, мы получили примерно 9 клеток. Вот. Так, ну, мы с вами разобрали 3 задачки на оценку плюс пример в клеточках. Часть из этих задач делается какими-то похожими, да, методами. Ну, конечно, где-то придется выбирать какие-то области, ну, там, не знаю, менее простые области, там, более сложные какие-то, да? Где-то, к сожалению, этого будет недостаточно, нужно будет сделать намного больше. Вот. Ну, давайте, ну, давайте, на этом, наверное, мы закончим, так сказать, нашу лекционную часть, да, наш разбор. Давайте поймем, что у нас будет происходить дальше. Вот сейчас в канал задачи, я думаю, кто-то из преподавателей выложит задачки, да, там у вас будет 10 задачек. И сейчас вы, соответственно, будете решать эти задачки. Вот. Из этих задач есть две, ну, когда вы посмотрите, увидите первые две. Их нужно обязательно сдать каждому. Вот. Что это значит? Это значит, что до следующего занятия, обязательно вы либо сегодня на занятие, либо там, в, на, ну, на сайте Еду Тинков отправляете решение, да, либо на, в тот момент, когда кто-то из нас преподаватели будет слушать, рассказывайте их, да. Также у нас будут задачки, скорее всего, в каждом листочке, которые обязательно нужно сдать письменно. Что значит сдать письменно? Это на Еду Тинков вы выкладываете свое решение к задачке, вы там можете это сделать. Ну, если вам сложно, в принципе, вы можете кому-то из нас преподавателей написать в личку в Дискорде и сюда прислать решение. Я думаю, что никто из нас тоже от этого не расстроится, да. Вот. Ну, а остальные задачки вы просто пытаетесь решать и сдавать. Также, думаю, что в информации в ближайшее время у нас появится ссылка на плюсник, где мы, соответственно, будем вам плюсики за задачки ставить, да. Вот. Что я еще хочу сказать? Хочу сказать, чтобы вы приступали к решению задачек, и если у вас какие-то вопросы есть, чтобы вы их задавали. Есть у кого-то вопросы? Ну, так. Судя по тому, что...